В том случае, когда человек путешествует по всему миру, ну или как минимум, периодически отдыхает за границей, на самом деле важны ни деньги, ни бронь отеля, ни класс в самолеты, ни знание языка. Самое главное, это возможность выехать из страны. Невероятно ужасно оказаться в ситуации, когда уже потрачены деньги на путевку, билеты, отель, готовы все документы и пассажира, проходящего таможенников, разворачивают на контроле. Рассмотрим причины, почему может возникнуть подобная ситуация. Выезд за границу проверить возможно самостоятельно. По каким причинам возможен запрет выезда за границу? Помимо очевидного ответа, за долги, есть еще ряд моментов. Обратимся к федеральному закону о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. Выезд за границу может быть запрещен в случае, если гражданин допущен к сведениям особой важности, совершенно секретными сведениями или государственной тайной в связи с работой. Нужно оговориться, что срок ограничения не должен превышать пять лет с момента последнего ознакомления со сведениями или до истечения срока, который указан в трудовом договоре. При призыве на военную или альтернативную гражданскую службу, до ее истечения, выезжающий подозревается или обвиняется по уголовному законодательству. Если выезжающий осужден за совершение преступления, то до отбытия наказания или же его освобождения также выезд невозможен. Выезд запрещен, если выезжающий уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, при оформлении документов для выезда из страны использованы ложные сведения. Если выезжающий за пределы страны проходит службу в ФСБ, до окончания срока контракта, при признании выезжающего несостоятельным банкротом до вынесения арбитражным судом определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве, включая утверждение арбитражным судом мирового соглашения. В случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявляет о своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина страны, вопрос о возможности выезда разрешается в судебном порядке. Обратите внимание, ограничения на выезд из страны также относятся к несовершеннолетним, выезжающим без родителей, опекунов или попечителей. Задавшись вопросом, как все-таки проверить, выпустят ли за границу. Тут проясняется масса ответов. Собственно, оснований в избытке. Если гражданин работает на оборонном предприятии или на секретном объекте. Если да, то точно оповещен об уровне секретности и знает об этом. При службе в армии, выезд за границу категорически запрещен, кроме случаев, когда это будет связано с вопросами службы. Подозреваемый или обвиняемый, логично, что гражданин находится либо под стражей или под подпиской о невыезде. Осужденные же граждане из заведений лишения свободы за границу не выехать, если условно, то после окончания срока. Да и каждый уважающий себя сотрудник госбезопасности знает о том, что выезд за границу ему может быть сильно ограничен или вовсе запрещен. Подобные ограничения на выезд относятся и к тем гражданам, которые оформляют банкротство. Первый выезд за границу Если вышеперечисленные пункты в данном конкретном случае не актуальны, то остановимся на самом распространенном и очевидном, неисполненное судебное решение. Во-первых, стоит вспомнить, есть ли штрафы, алименты, исполнительные листы по кредитам, коммунальным платежам. Предположим, требуется узнать, выпустят ли гражданина за границу и как проверить онлайн, узнав наличие исполнительных производств на нужное имя. Введением исполнительных производств и исполнением судебного решения в РФ занимаются судебные приставы. В обеспечении исполнения судебного решения пристав может принять решение об ограничении выезда того или иного человека за рубеж. Это происходит при задолженности свыше 30 000 рублей. Важно! Проверка на наличие задолженности производится на официальном сайте fssphttp fsspras.ru Косая черта. Требуется ввести регион, дату рождения, ФИО, а если ищется информация по другому человеку и в наличии мало данных, то только по телефону и фамилии. Этот сайт является основным ресурсом желающего посмотреть информацию выездной ли он за границу. Если поиск на сайте не нашел никаких сведений о долгах, то при соблюдении всех прочих пунктов и отсутствии исполнительного производства и какой-либо задолженности ничего не препятствует выезду за пределы России. Что делать, если не выпускают за границу в аэропорту «Шпаргалка» для должников оплатить долготу? Но есть одно «но». Запрет накладывает ФССП, а выпускают из страны пограничники. Исполнительное производство закрыто, но информация до пограничников не дошла. Много случаев, когда уже оплативших должников упрямо не выпускали на контроле. Бесполезно пытаться оплатить долги непосредственно в аэропорту. Это разные ведомства. Поэтому важно знать, что если присутствует долг, оплатить рекомендуется как минимум за месяц и обязательно узнать о смене статуса. Ожидать. Запрет на выезд сотрудников ФССП может наложить максимум на полгода, но может по истечении срока наложить повторно. По истечению полугода есть способ точно провести проверку выезда за границу. Необходим номер исполнительного производства, взять на сайте ФССП. Зайти на сайт госуслуги www.gososludge.ru и перейти в личный кабинет, регистрироваться с данными по паспорту и снилос. Выбрать каталог услуг, органы власти, ФССП, все услуги, предоставление информации по находящимся в исполнении, электронные услуги. Далее, предоставление информации о ходе производства из банка данных, затем, получить услугу. В открывшейся странице ввести номер исполнительного производства, чуть ниже поставить точку в графе «Должник» и далее «Подать заявление». Зайти в личный кабинет и открыть вкладку «Лента уведомлений» и там появится ответ. Выбрать файл с расширением «HTML», открыть его, и есть весь перечень действий, куда и когда приставом направлялись запросы. Обратите внимание, если присутствует строка «Постановление о временном ограничении на выезд», то означает, что выезд закрыт на 6 месяцев с даты вынесения приставом. Например, если «Постановление о временном ограничении на выезд» вынесено 21 сентября 2016 года, города прибавить к этой дате ровно 6 месяцев, и получается, что последний день действия ограничения – это 26 марта 2017 года, а 27 марта ограничения в базе пограничников уже не будет. В сети хватает сомнительных компаний, предлагающих россиянам уточнить информацию о выездном статусе «Заплату». Но проверить возможность выезда за границу можно бесплатно на сайте ФССП и портале Госуслуг.